первенств континента. КОНЕЦ 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 Закружила, завертела спортсменов в произвольной программе, так что даже по окончании мулыки они не могли остановиться и продолжали дорабатывать, доигрывать вот эту... КОНЕЦ ЭТИ РОЛИ Через 4,5 минуты произвольной программы. К сожалению далеко не все получилось технически. Похоже, что все-таки нервы дали о себе знать, заявлял после короткой программы Юрия Ларионов, что перед ней спортсмены достаточно легко смогли уснуть и практически не волновались. Но вот, видимо, между короткой и произвольной волнение все-таки взяло свое, и несколько элементов было исполнено не на должном техническом уровне, не на том, на котором нам бы того хотелось. Но, тем не менее, сумели спортсмены собраться, и во второй части программы исполнили просто превосходных несколько поддержек, замечательный выброс, тройной Ридбергер удался нашей паре. И, в общем и целом, вторая половина программы оказалась по восприятию, по подаче даже, мне кажется, более удачной, чем первая. Несмотря на то, что большинство сложных элементов, разумеется, состоят в первой половине программы, когда еще полны сил спортсмены, тем не менее, вот вторая часть получилась, как мне кажется, во-первых, почище, а во-вторых, она как-то более цельной вышла у Веры Базаровой и Юрия Ларионова. Прекрасный выброс, великолепный выезд. Вот каскад из акселей, к сожалению, не получился. Любопытно, что и в короткой программе параллельный тройной тулуп не удался нашим спортсменам, и поставленный первым прыжком в программе произвольный, он также вышел не слишком удачным у Базаровой и Юрионова. Но партнерша нездорово приземлилась и еще, плюс ко всему, и коснулась льда рукой. Но, в общем и целом, видно, что пара имеет перспективы, и если так дальше и пойдет, то сборная команды России получает очень серьезную конкуренцию непосредственно внутри команды. Вот блестящий выезд ближе к концу программы из флипа. А я начал был говорить о том, что Любовь Илюшечкина и Надарьи Моисурадзе не собираются, во всяком случае, хотелось бы верить, что не собираются так просто отдавать свое место сборной России. Верия Базарова и Юрия Лурионова. Это значит, что кто бы ни был нашей третьей парой, в любом случае, мастерство этих спортсменов будет столь высоко, потому как они обойдут очень достойных конкурентов. И, кстати, достаточно неплохие баллы получают российские спортсмены за произвольную программу. Между прочим, это их лучшее личное достижение. Предыдущее было 101,86 балла, и по общему баллу они также получают высшие баллы за всю свою карьеру, очередной личный рекорд. И, разумеется, они на первом месте с суммой баллов почти 160.